Всем привет! В сегодняшнем видео хочу с вами поделиться, как прошел мой прошлый месяц. Многие заметили, что я пропала из социальных сетей, было очень мало видео, очень мало постов в инстаграме. Мало сториз, в общем, моя активность была везде на минимуме. И действительно для меня август был довольно сложным месяцем. Я чувствовала какой-то эмоциональный спад. То есть у меня не было вообще вдохновения, мотивации, как будто вот просто не хотелось ничего делать. Особенно если говорить про какое-то творчество, не хотелось что-то создавать. Плюс сам месяц, он был такой, знаете, монотонный очень. И была работа, ее было много, но она вся была техническая, то есть не было какой-то творческой работы. Я вам рассказывала, что в июле месяце мы сняли курс по пилатесу. Так вот, половину августа, то есть мы тратили на то, чтобы проверять эти монтажи, их было очень много. Каждый урок проверяешь просто по 10 раз, и потом правки все равно вылазят. И они как будто до бесконечности, эти правки. Ты просто сидишь и пишешь, пишешь. Потом правки по звуку, правки по цветокоррекции. И тоже вот куча этапов. Также в августе мы создавали очень много нового контента для Уиспенс. Опять-таки, это организация съемок. Мы записывали утренние зарядки, заминки, зарядки для офисных работников. То есть создавали промо-ролики. Знаете, несмотря на то, что, возможно, работа была такая не совсем интересная, порой сложная, в какой-то степени монотонная, но ее нужно было сделать, потому что это качество нашего сервиса, нашего продукта, для того, чтобы нашим пользователям фитнес-платформы Уиспенс было комфортно там заниматься. И как бы мы все это делаем ради этого. Поэтому в любом случае я рада, что мы это сделали. И курс по пилатесу – это просто невероятный курс получился. Я очень им довольна. Привет, я Эндрю Херинг, тренер по пилатесу из Лос-Анджелеса, Калифорния. И раньше я был профессиональным танцором. Я родом из семьи профессиональных спортсменов, поэтому спорт у меня в крови. Но когда столкнулся с травмами, начал заниматься пилатесом, чтобы укрепить мышечный корсет и вернуть гибкость. Пилатес – это отличная система для развития силы и гибкости, которая также помогает вытянуть и проработать все мышцы тела. Поэтому пилатес так популярен среди спортсменов, как мужчин, так и женщин. Недавно я познакомился с проектом Уиспенс, и вместе мы создали курс по пилатесу. И я очень рад поделиться им с вами, ребята. В этой программе собран весь мой многолетний опыт занятий пилатесом, балетом и фитнесом. С одной стороны, это курс о взаимодействии тела и разума. С другой – это высокоинтенсивные жиросжигающие тренировки. Все это я объединил вместе, чтобы вы могли полноценно тренироваться дома. Увидимся на тренировке! Также мы с Эндрю записали очень крутой видеоролик, где он отвечает на самые распространенные вопросы касаемо пилатеса. Многие люди ничего не знают о пилатесе, и я думаю, что для многих эта информация будет полезной. Давайте посмотрим этот ролик. Я рад, что вы решили присоединиться к моему курсу. Сегодня я хотел бы ответить на несколько часто задаваемых вопросов о пилатесе. Пилатес – это фитнес-система упражнений с низкой кардионагрузкой, созданная Джозефом Пилатесом. Она основана на анатомии и физиологии, здоровье спины и укреплении корпуса. Пилатесом можно заниматься как на тренажерах, так и просто на коврике. Пилатес создан именно для восстановления после травмы, и его используют реабилитологи всего мира. Я рекомендую проконсультироваться с врачом, прежде чем приступить к тренировкам. Но в целом пилатес отлично укрепляет пресс и стабилизирует мышцы всего тела. Хотя есть некоторые сходства в аспекте растяжки, пилатес основан на анатомии и физиологии, и используется для стимуляции и сокращения ваших мышц с помощью связи тела и разума, тогда как йога основана на концентрации внимания и растяжке. С традиционным пилатесом вообще-то нет, но с программой, которую я разработал с высокоинтенсивными тренировками, вы получите необходимое вам сжигание калорий. Главное, чтобы вам было комфортно. Вы можете надеть носки для устойчивости, если хотите, либо заниматься босиком. Мне постоянно задают этот вопрос, и дело в том, что можно заниматься при любом уровне подготовки и в любом темпе. Просто начните и продолжайте улучшать свои навыки. Когда ваш таз находится в нейтральном положении, он защищает нижнюю часть спины от травм и стимулирует мышцы пресса активно сокращаться. Представьте, что ваш нейтральный таз – это чаша с водой, которую вы не хотите пролить. Относитесь к ней бережно, и все будет в порядке. Вы можете заказать блок для йоги онлайн. Но если у вас его нет, сверните полотенце и положите его между ног вместо блока. Еще у нас есть гантели. Используйте вес от 1 до 8 килограмм. Если у вас нет гантелей, вы можете заказать их онлайн или использовать предметы домашнего обихода. Такие, как бутылка с водой или любой другой прочный предмет, который удобно держать в руке. Далее у нас есть утяжелители для ног. В своей программе я их не использую, но если вы хотите усилить эффект от занятий, закрепите их на лодыжках, и вы ощутите разницу. Еще у нас есть спортивный валик. У нас есть длинный валик и короткий. И то, и другое вы можете купить онлайн. Но если у вас нет ни того, ни другого, вы можете использовать подушку для йоги, если она у вас есть. Или просто сложите в кучу подушки для сна, чтобы улучшить растяжку. Далее коврик для йоги. Во время программы мы будем использовать такой коврик, но если у вас его нет, вы можете использовать домашний ковер. Увидимся на тренировке. Жду не дождусь. Мы очень много своего времени, сил и средств вкладываем в то, чтобы наш сервис Wispens был качественным, чтобы он действительно менял жизни многих людей в лучшую сторону, чтобы людям нравилось, чтобы они хотели продолжать заниматься своим здоровьем, своим телом, чтобы они улучшали себя. И они не хотели это забрасывать. Это наша самая главная цель, потому что самое главное в этой жизни – это наше здоровье. И физическое, и ментальное, и Wispens – это то, что помогает вам соблюдать баланс в этом всем и всегда оставаться красивыми и здоровыми. Также август месяц для меня был месяц саможиданий. То есть все, что бы мы ни заказали, за что бы мы ни взялись, нужно было ждать. И это просто мучительно. Я терпеть не могу длительные ожидания. И вот это начиная от всего. Начиная от какой-то косметики, платья, заканчивая машиной, все нужно было ждать. Мы заказали новую камеру. Мы долго очень ее ждали. Я не могла записывать видео, потому что я продала свою ту старую камеру. И я просто рассчитывала, что новая камера тут же придет к нам. Мы ее заказали, но я не рассчитывала, что придется так долго ждать. И была только влоговая камера. То есть на влоговую камеру такие разговорные видео не хотелось записывать, потому что как-то так себе. Мне не очень нравилось качество. Вообще эта камера чудом к нам пришла. То есть Женя сначала на одном сайте заказал, потом он отменил. Там заказал в другом месте, вроде бы она там появилась. Потом, что вы думаете, камера приходит, а адаптера к объективу нет. И нам пришлось ждать еще очень долго этот адаптер. И вот просто не было в наличии. Даже сейчас камера уже новая пришла, все окей. И адаптер даже пришел. Но, например, до сих пор мы не можем заказать еще одну батарейку. То есть у нас есть одна батарейка, но этого недостаточно. И тоже нет в наличии. Мы планировали, что мы поедем в конце месяца в нашу поездку на озеро Тахо на своей новой машине. Но окей, машины нет. Мы уже смирились с тем, что арендуем машину, поедем на арендованной. И буквально за один день до поездки нам звонят и говорят, ой, во вторник можете забрать свою машину. А мы в понедельник уезжаем в эту поездку. И мы такие, отлично, буквально одного дня не хватило. И что вы думаете? Мы такие, ну ладно, мы уже вернемся, заберем эту машину. И да, в итоге мы все-таки поехали на арендованной машине. И уже на обратном пути, когда мы вернулись с этой поездки, мы уже заехали в автосалон и забрали свою машину. Но сам факт, понимаете, это вроде бы такая мелочь, но весь месяц он состоял из таких разных неприятных вещей. И я же говорю, в целом был просто какой-то упадок сил, как и физический, так и моральный. Никакого вдохновения, никакого желания творить. И везде какие-то такие загвоздки за все, чтобы ты не брался. Поэтому я на самом деле очень рада, что лето закончилось. Я надеюсь, что осень будет более творческой и расслабляющей. Наша поездка к озеру Таху мне была просто необходимой. Я на самом деле просто целый месяц ждала этой поездки, потому что нужна была перезагрузка. Хотелось очень попасть на природу, потому что природа – это всегда ресурсы, это всегда вдохновение, это расслабление. И я просто мечтала об этом отдыхе. Доброе утро, ребята. У нас 4 утра. И мы сегодня же не едем в поездку. Сегодня у нас будет путешествие к озеру Таху. Мы там уже были зимой. И вот решили снова туда поехать. Арендовали домик. Также мы едем с ребятами. Сегодня будет такая небольшая компашка. Вообще воздух такой сейчас. Такое ощущение, что я где-то в тропиках. Очень влажный, очень жаркий. Несмотря на то, что сейчас раннее утро. Какая-то аномальная жара. Так, вон наши чемоданы стоят. Женя стоит. Уже кто-то из ребят приехал. И еще одну пару мы ждем. Последнее время везет. Каждый раз, когда мы приезжаем в какой-то дом, в отель, все выглядит реально в разы круче. Вот этот дом, его на самом деле можно было в 300 раз лучше сфотографировать, чем мы его выставили, да? Вот как его выставили на сайт. А я сейчас позавтракаю, сделаю чай. И покажу вам, как здесь все выглядит. Также забавно, как мы решали, кто будет в какой комнате. У нас поехало три пары. И так как это все, мы арендовали это вместе. Нам нужно было как-то определить, кто будет в какой комнате. И чтобы все было по-честному, мы решили сделать такую штуку. Да, дело в том, что комнаты, они просто все разные. Одна комната самая крутая, вторая чуть уступает, третья тоже уступает. И поэтому мы взяли просто генератор случайных чисел и выбирали, кто первый, какая пара будет выбирать себе комнату. У нас же не выпал номер два, мы выбирали вторыми. Комнату мы выбрали хорошую. Я вам сейчас все покажу. Но, да, была комната еще круче. Но зато все по-честному. Я сейчас приготовлю, наверное, овсянку. Также зеленый чайок сейчас поставить нужно. Самое красивое место в этом доме – это просторная терраса. Здесь можно посидеть с чаем, полюбоваться красивым видом на озеро, лес и горы. По-особенному волшебно здесь рано утром. Также тут есть большой стол, поэтому можно было обедать на свежем воздухе, наслаждаясь видами вокруг, либо же ужинать, глядя на звездное небо. Дом был рассчитан на 12 человек, а нас было всего семеро, поэтому места было более чем достаточно. Наша спальня была обычной, но довольно уютной. Больше всего мне понравились в ней окна с видом на лес. Также в доме была вот такая милая ванна с возможностью видеть красивый пейзаж. Наконец-то мы уже куда-то едем. Большой компанией сложно туда собраться. Мы собирались, наверное, целый час. Сейчас едем на пляж, на хайкинг. Мы на первой смотровой площадке. Мы, кстати, здесь уже были. Но зимой всё выглядело совершенно иначе, потому что не было водопадов, например, как сейчас. Плюс всё такое зелёное. А, ещё в прошлый раз, когда мы были, нас просто ветром холодным сносило. Было очень холодно. Я помню, как мы же не выбежали с машины. Всё мёрзнет, мы такие быстренько постояли. Потом начался чуть ли не ураган. В этот раз, да, хотя бы можно приятно на горячих камнях посидеть. Я, конечно, мне нравится красивая заснеженная зима, но мне её хватает максимум два дня, и всё. Это вот так вот. Я всё-таки человек летом. Вода в озере Тахо кристально чистая. Мы арендовали педалборды. На них кататься несложно. Я очень быстро научилась. Это и весело, и в то же время это хорошая физическая активность. Очень круто просто лежать на этой доске, загорать, и при этом опускать руки и ноги в прохладную водичку. А вокруг тебя сплошная красота природы. Я очень устала, но чувствую себя круто. Реально расслабилась. Особенно мне понравилось на этих досках кататься. У меня руки и ноги болят, но я счастливая. Чудесное место. Мне очень здесь нравится. И я думаю, что, возможно, даже мы сюда приедем праздновать Новый год, либо Рождество. Пока парни там сидят, все девочки по комнатам, я сделала свою рутину. Маслом всё намазалась, кремом, лицо, маску сделала. И уже готовлюсь спать. Я, кстати, столько с собой. Я один чемодан взяла, только косметики. Я не преувеличиваю. То есть там шампуни, крема и так далее, масла. Я такой человек, что мне лучше взять больше. Ну, чтобы, знаете, если мне что-то нужно, чтобы оно у меня было под рукой. Плюс я очень не люблю вот шампуни, гели, которые в отелях, в домах они оставляют. Мне не нравится. Я предпочитаю иметь свою. Женя мне сказала так. Элин, можешь, пожалуйста, сделать так, чтобы у нас был только вот один чемодан большой. Я говорю, ну, тогда твои вещи придётся не брать. Не, ну, на самом деле, конечно же, мы не вместили в сегодня чемодан. Знаете, есть тот человек, которому нужно знать, что, ага, обезболивающими под рукой. Там, мои средства с собой. Там, если вдруг мои легенды испачкаются, у меня там будет аналог точно такие же. Чуть ли не такого же цвета. Да я, на самом деле, вот люблю, когда так всё. Вау! Безусловно. Изначально мы планировали поехать в город Монтерей. Но до него нужно было ехать 5 часов на машине. И мы приняли решение, что не хотим тратить целый день на дорогу. И в итоге остались на озере Таха ещё на один день. Мы провели его тоже на пляже. Полдня мы просто загорали, а потом арендовали водные мотоциклы. Это было очень весело. А уже на закате мы отпраздновали день рождения нашего друга. Я благодарна Вселенной за возможность проживать такие прекрасные моменты. Хочу каждый из них сохранить в своей памяти и сердце, чтобы никогда не сомневаться в том, насколько этот мир прекрасен. И какой это великий дар просто жить. Знаете, самое главное понимать, что вот такие вот эмоциональные упадки для человека – это абсолютно нормально. Человек не может быть вот всегда абсолютно счастлив, наполнен и вдохновлён. Вот даже у меня спрашивают. «Лина, а как тебе удается быть постоянно такой воодушевляющей, всегда в хорошем настроении?» Нет, ребят, я живой человек. У меня тоже бывают периоды, когда мне ничего не хочется делать, когда у меня тоже бывает прокрастинация, когда нет вдохновения, когда просто плохое настроение. Это нормально. Я живой человек. Все мы люди. У всех нас такое бывает. Самое главное – это не застревать в этом. Потому что то, что у нас такие эмоциональные качели, сейчас подъём, потом спад, потом снова подъём и снова спад, и так всю жизнь – это окей. Но главное, когда у вас спад, не застрять в этой яме. Потому что многие люди, они действительно склонны чуть ли не годами быть в каком-то упадке сил, погружаться в какие-то депрессивные состояния, в апатические состояния. Вот этого допускать нельзя, потому что это уже серьёзно. Важно, скажем, осознавать, что у вас такое, осознавать, что это естественно, и попытаться максимально наполниться энергией, ресурсами. То есть уже каждый человек, он по-своему отдыхает, по-своему восстанавливается, наполняется. Безусловно, есть какие-то там общепринятые вещи, которые людей наполняют, но всё-таки это тоже индивидуально. Для каждого человека это своё. И поэтому важно осознать этот момент, наполниться и с новыми силами тоже продолжать жить, творить. Вдохновлять других людей. А на этом, ребята, у меня всё. Мы с вами увидимся в новых видео. Пока!